Агата Муцинец и Павел Прилучный снова встретятся в суде. На этот раз бывшие уже три года супруги выясняют вопрос об алиментах на двоих общих детей. В общем, с момента расставания у Прилучного родился еще один сын. Так люблю эти все сплетни. Вот это кто, чего, кому должен. Это тебе не здесь надо работать. Вот прям, ты понимаешь? В общем, возможно, это мешает Прилучному исполнять свои финансовые обязательства перед старшими. А возможно и нет, что там на самом деле. Сейчас мы вам расскажем все сплетни. У Агата Муцинец и от поклонников интернета, пожалуй, нет секретов. Едва ли не каждый день бывшая супруга актера Павла Прилучного делится в соцсетях откровениями. Надо сказать, она личность разносторонняя. То размещает кадры из отпуска, где хвастает идеальной фигурой. То загружает видео со стройки загородного дома. В нем мама двоих детей решила поселиться после развода. Жалобы на экс-партнера в новостной ленте – дело тоже привычное. После разрыва с Прилучным сын и дочь остались с матерью. Но звездный отец, как намекнула Муцинец, деньгами их не особо балует. Вы знаете, когда вы платите за школу, когда вы платите алименты в полном их размере, а не сто тысяч, например, в месяц, да, я никого конкретно не имею в виду, просто говорю в общем. Знаете, что если вы платите за школу, то вы платите за своего ребенка. Агата Муцинеце, по документам звезда закрытой школы, по-прежнему носит фамилию бывшего мужа Прилучная. Алименты на общих детей взыскивать собралась через суд. Актриса хочет заставить своего бывшего мужа отдавать 30% заработка ежемесячно. До тех пор, пока их старшему сыну не исполнится 18. А потом эта сумма уменьшится. Закон обязывает на одного ребенка выплачивать четверть дохода, то есть 25% алиментов. А если отсутствует какое-то мировое соглашение между бывшими супругами, размер алиментов и будет столько составлять. Несколько лет, когда прошло уже после развода, закон позволяет поднимать этот вопрос тоже. Выяснилось, что актрисе не хватает денег, например, на школьное образование для детей. И эта цитата существенно осложняет жизнь наследника. Сын и дочь Павла Прилучного и Агата Муциньеца ходят в частную школу в Одинцовском районе. Обучение здесь на одного ребенка в месяц обходится в 93 тысячи рублей. Сюда входят разные кружки, система углубленного изучения иностранных языков с носителями, индивидуальный подход к каждому ребенку. И стоимость в новом году обещают еще повысить как минимум на 10%. Родители также просят не забывать про ежегодный целевой взнос в размере 55 тысяч рублей. Павла Прилучного назвали открытием года после выхода на экраны криминальной драмы «Мажор» с его участием. За один съемочный день Прилучный получает, по некоторым данным, около полумиллиона рублей. Зависит от сложности съемок и количества отработанных часов. Выходит, что дети Агата Муциньецы могут рассчитывать примерно на 150 тысяч в сутки. Но это в случае положительного решения суда. Касаемо Агата Муциньецы, алименты через суд, если бывший муж не платит, то почему бы и нет, так должно быть. Но опять же не через публичность. Делайте свои дела тихонечко, чего вы устраиваете. Павел Прилучный и Агата Муциньецы расстались после 9 лет брака. Развод в 2020-м оказался скандальным. Агата обвиняла Павла в пьянстве и домашнем насилии. Он якобы несколько раз поднимал на нее руку. Я не могу его остановить. Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Говорит, уезжайте. Так что мы завтра уедем в квартиру. После расставания Прилучный тут же женился на другой. Новой избранницей звезды Мажора стала актриса Зипюр Брутян. Та активно поддерживает Прилучного и нападает на Муциньеца в комментариях к постам. Вот один из последних, где Брутян намекнула, что считает Агату неблагодарной и неадекватной. Я желаю тебе, чтобы рядом с нашей семьей были только адекватные и благодарные люди. И верю, что Бог все видит и слышит. Может быть, такие комментарии только разодоривают Муциньеца. Этой весной она выселила Павла Прилучного из четырехкомнатной квартиры на севере Москвы стоимостью 30 миллионов рублей. Недалеко от метро «Речной вокзал». Не исключено, что против бывшей супруги настраивает его нынешняя жена Зипюр Брутян. Недавно она стала мамой. Она родила ребенка. Хочет, чтобы все внимание, вся любовь, все чувства были направлены именно в его сторону. Что до взаимоотношений Прилучного с детьми, Муциньеца дает им общаться и даже отпускает на совместный отдых. Этим летом, например, он свозил всю семью на Мальдивы, где потратил более двух миллионов рублей. Подписчики гадают, может быть, это и вывела Агату из себя. В свой отпуск она смогла выбраться только в Сочи. А еще Муциньеца жаловалась, что когда ее дети с отцом, дозвониться до них невозможно. У них якобы отнимают телефоны. Если ситуация у него с бывшей женой и с детьми, в общем-то, неблагополучно закончилась, что человек даже, извините, при таких доходах жалеет платить своим детям, ничего хорошего не будет. Если его нынешняя жена думает, что будет по-другому, не будет. И опыт это доказал. После отпуска у Индийского океана Павел Прилучный продолжил расслабляться на берегу Персидского залива. Но прервать отдых все-таки придется. В Москву и Дубае он, скорее всего, вернется в начале ноября, чтобы участвовать в судебном разбирательстве по делу об алиментах.